Всем привет! Меня зовут Маша, я живу в Париже и добро пожаловать в мое новое видео. Как не сложно догадаться по названию, сегодня мы с вами будем обсуждать последние французские новости. Погнали! Конечно же, ни для кого не секрет, что у нас продолжается карантин, но вы знаете, не все готовы подчиняться требованиям правительства, сидеть дома, никуда не ходить. Вообще, если честно, сейчас на улицах гораздо больше народу, чем в первый карантин, потому что тогда просто по улицам перекати поле, наверное, только гуляла, сейчас действительно очень много народу. Но, конечно же, людьми, которые просто ходят по улицам, дело не ограничивается. Буквально недавно в департаменте, который называется Вальдомерн, это на юго-восток от Парижа, там, где находится Винцентский замок, где находится большой шикарный цветочный парк и не только, в общем, там накрыли вечеринку, внимание, на 300 на минуточку человек. Просто вы представьте себе масштаб этой вечеринки в карантин, просто молодцы, ребята. Народ на вечеринку собрали, конечно же, через соцсети, ну а когда приехали полицейские, то тех забросали какими-то бутылками, сигаретами, в общем, видимо, всем, что было под рукой. Те, в свою очередь, применили светошумовые гранаты, просто... Закончилось все тем, что организаторов, конечно же, арестовали, ну а всех, кто там был, обязали сделать себе коронавирус-тест. Да, дело в том, что один из участников этого веселья оказался болен, вот так вот, то есть он мало того, что пришел на вечеринку, в которой участвовал 300 человек в карантин, кроме этого, он еще пришел туда больной, вот так вот, и поэтому, естественно, все были обязаны не только, кстати, сделать тест, но еще и сесть на самоизоляцию на две недели. Так что, хорошо повеселились, ребята. Но представьте себе, не только отвязные тусовщики не готовы мириться с карантинными мерами, но и внезапно католические священники и верующие. Да-да, и это наша вторая новость. Заключается она в том, что в Бордо, в Нанте, в Страсбурге и других крупных городах верующие и в том числе католические священники собрались на площадях, чтобы попросить властей вернуть им право на место. Да, конечно же, всякие церемонии, все это, празднования и прочее сейчас временно под запретом. При этом церкви остаются открыты, но только для индивидуального посещения. То есть, если кому-то нужно прийти на исповедь, то, пожалуйста, а вот если всем собраться на воскресную, скажем, мессу, то пока нет. Ну и так как, по словам самих католиков, все-таки месса и вот это вот собрание вместе очень важно для людей, то есть, они привыкли по традиции в субботу с утра ходить на рынок, а в воскресенье с утра ходить на мессу. И вот такой вот уклад их был, конечно же, нарушен всеми этими мероприятиями по борьбе с пандемией. Ну и, соответственно, они не могут мириться с этой ситуацией, хотя прошел всего лишь месяц, но, видимо, людям действительно сложно. Так вот, они в попытках как-то переубедить власть просто вставали на колени, а это на минуточку 300 человек в Бордо, в Нанти, примерно сотня в Страсбурге. Кстати, что интересно, в Париже таких акций не было, ну или, по крайней мере, они были, наверное, какие-то маленькие, незаметные, и, в общем, никаких сообщений по поводу этого не было. Такая коллективная молитва, правда, не повлияла на властей, в общем-то, светского государства, и мессы не вернули. Но, наверное, все-таки как-то это будет в одном из первых пунктов, когда нас будут раскарантиновать. Посмотрим. Следующая новость является такой затравочкой немножко на будущее, касается на того, что, конечно же, да, многие отрасли в карантин, вообще, в принципе, в этом году пострадали от всех этих мер, от всего, и вот, конечно же, книжная индустрия во Франции, да, я думаю, и во многих других странах тоже, естественно, не исключение. И, хотя, конечно, многие магазины очень сильно потеряли выручку, например, легендарный магазин в Париже, который называется «Шекспир и компания», это просто, наверное, самый известный книжный магазин Парижа, потерял 80% своего дохода. Но об этом в ближайшем видео мы с вами поедем спасать Париж, такая будет у нас кодовая операция, с тремя целями, собственно говоря, выехать немножко в Париж, поддержать, конечно же, легендарный книжный магазин, ну, и приобрести книжечки на будущее чтение. Это будет уже в одном из ближайших видео, ну, а сейчас я расскажу вам о том, что, да, пострадали еще и букинисты, конечно же, те самые букинисты, в которых старые книги, какие-то плакаты, какие-то действительно старые газеты и журналы, те самые с зелеными такими прилавочками, которые располагаются вдоль сены. Это одна из таких эмблем, я бы сказала, Парижа, действительно один из символов этого города. Так вот, несмотря на то, что это в основном такие довольно пожилые люди, и, ну, по их ассортименту и, скажем так, по виду, мне кажется, что они какие-то прям очень сильно прошаренные в новых технологиях, тем не менее, они нашли выход из ситуации и создали сайт. Да-да, вот представьте себе, те самые букинисты, а их на минуточку 230 человек собрались вместе, создали сайт, и теперь там уже целых полторы тысячи книг, которые они предлагают, естественно, с доставкой и так далее по всему миру. Но, конечно же, в кризис пострадали не все, и об этом наша следующая четвертая новость, которая заключается в том, что король Марокко Мохаммед VI купил роскошный особняк в Париже, да не где-нибудь, а прямо практически у подножия Эйфелевой башни. Ну, там буквально несколько десятков метров до главного символа Парижа. Лухарь-особняк начала 20 века он выкупил у, кого бы вы могли подумать, конечно же, у принца Саудовской Аравии. И, да, это действительно огромный дом, там больше тысячи квадратных метров, 12 комнат, 3 этажа, сейчас чувствую себя как 2 куртки, 3 магнитофона. 3 магнитофона, 3 кинокамеры заграничные, 3 портсигары отечественные, куртка замши, 3. Но нет, 3 этажа, пентхаус, бассейн, спа, салон красоты. Плюс еще сад в 300 квадратных метров, ну и терраса такая небольшая, 230 квадратных метров, с видом, конечно же, на Париж, на Эйфелеву башню, на Марсово поле. В общем, полный комплект, такой просто dream house, который стоил ни много ни мало 80 миллионов долларов. Ну, а, кстати, наверное, важно упомянуть, что это, в общем-то, не первая недвижимость короля в Париже, у него уже есть один роскошный особняк недалеко от дома инвалидов, ну и еще один такой небольшой замок, где-то в департаменте Льваз, то есть это немножко к северу от Парижа, вот так вот. Кстати говоря, о замках. Я тут смотрела Корону, уже вот досмотрела Корону, в смысле сериал, а не то, что мы сейчас с вами переживаем, и это, конечно, было потрясающе. В общем, я просто полный фанат. Если вы смотрели, поднимите ручки, помашите мне виртуально в комментариях, я вам дам, да, виртуальную пятюню. Так вот, если вы смотрели Корону, то вы знаете, а если не смотрели, то это, в общем-то, не особенно спойлер, это, ну, документальный более-менее сериал, то есть многие вещи, которые там происходили, они происходили в реальной жизни. Так вот, там была такая сцена, прям целый эпизод был этому посвящен, когда мужчина, просто какой-то рандомный, скажем так, мужчина, забрался во дворец и, собственно говоря, попал в спальню королевы, и никто этого не заметил, охрана не заметила, причем это ему удалось два раза. Так вот, следующая новость, немножко в эту тему, потому что во Франции тоже произошла, ну, не то чтобы подобная история, но мужчина забрался в Версальский дворец. Полицию, собственно говоря, вызвал таксист, на машине которого преступник, как его назвать, добрался до дворца. Он был, скорее всего, немного не в себе, потому что он был в простыне и называл себя королем, поэтому таксист полицию-то и вызвал. Ну, а пока он ее вызывал, пока все ехали, мужчина перебрался через стену, а это довольно высокая стена, которая окружает сад, которая окружает, в принципе, Версальский дворец, разбил окно и пробрался в галерею на первом этаже. Вот там-то его как раз и задержали. Говорят, что он ничего не успел поломать, испортить или каким-то образом нанести ущерб именно Версальскому дворцу. Ну, конечно, кроме разбитого окна, но тем не менее, все-таки, вот представьте себе, кому-то удалось забраться практически, я не знаю, если бы таксист не вызвал полицию, даже не знаю, когда бы его обнаружили, потому что через стену-то им удалось, по крайней мере, перелезть незамеченным. Но есть и хорошие новости. Буквально недавно во Франции приняли закон, который говорит о том, что с 2020 года, примерно с середины, по-моему, отпуск по уходу за ребенком для пап будет увеличен в два раза. То есть, вместо 11 дней, положенных сейчас, он будет составлять 25 дней. Вообще, на самом деле, стоит сказать, что французские папы довольно часто берут вот этот самый отпуск по уходу за ребенком. Это не значит, что папа сидит дома один с ребенком, а мама, допустим, выходит на работу, хотя, в принципе, французские женщины все-таки рано выходят обычно на работу, но, тем не менее, он берется чаще всего для того, чтобы побыть с женой, ну, по крайней мере, с мамой собственного ребенка и с ребенком, вот то время, когда они возвращаются после выписки из больницы. И даже учитывая то, что французские папы, в принципе, довольно активно участвуют в жизни детей, да не довольно активно, практически абсолютно наравне с мамами, это им позволит еще больше участвовать вот именно на первом этапе, когда ребенок только родился. Следующая новость такая немножко культурно-историческая, и мне кажется, в каждом, наверное, эпизоде французских новостей я что-то такое рассказываю. Ну, а сегодняшняя новость заключается в том, что Парижский музей естественной истории запросил благотворительную помощь на реставрацию скелета мамонта. Откопали его еще в далеком 1869 году, и вот с тех пор, представьте себе, не реставрировали. А скелет реально громадный, то есть это один из самых больших экземпляров в мире, и во Франции вообще единственный. Он 4 метра в высоту и 7 метров в длину, получается. Музей реально классный, особенно для детей, если вот вы едете в Париж с детьми, да и в принципе, если вы сами любите такие подобные музеи, то я советую вам сходить. Давайте сейчас сделаю небольшую вставочку, мы как раз там были незадолго до карантина. И сразу все начинается с огромных-огромных скелетов. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вообще здесь огромное количество этажей, ну хотя как огромное. Раз, два, три, четыре, как минимум четыре этажа. А еще здесь находятся часы Марии Антуанетты, вот они за мной. И написано, что раньше, в общем, когда она жила в своем маленьком Трианоне, у меня, кстати, туда есть видео, где-то давно, ну, наверное, с год назад я его снимала, если что, я его где-нибудь здесь залинкую. Вот, когда она там жила, она не знала, который час, потому что единственные часы были в Версале. И, собственно, она попросила сконструировать ей ее собственные часы, чтобы она могла знать, который же все-таки час. Знаете, что мне это напоминает? Вот эта вот картинка, которую я сейчас показала, очень напоминает фильмы Уэса Андерсона, на самом деле. То есть, такая вот строгая симметрия, практически такая маниакальная, я бы сказала, симметрия, и всего несколько цветов, ну, не знаю, мне кажется, правда, похоже. Напишите, как вам? Ну что, добро пожаловать обратно. Возвращаемся к нашему скелету мамонта. Он стоит, правда, не в том отделе музея, который я вам показала, а в другом немножко крыле, который называется Музей палеонтологии и сравнительной анатомии. Там очень много скелетов динозавров, ну и вообще всяких разных других скелетов. На восстановление этого самого скелета мамонта понадобится 400 тысяч евро, 100 из которых хотят собрать вот таким вот образом через благотворительность. И что интересно, если сделать пожертвование от 300 евро, то можно присвоить себе или, как это сказать, сделаться шефом, патроном какой-то определенной косточки этого скелета и даже присвоить ей имя, допустим, свое или вообще любое другое имя или название. Вот таким вот образом пытаются привлечь народ. Ну, мне кажется, это довольно интересно, как даже, даже в качестве, например, подарка кому-нибудь, если у кого-то есть в жизни человек, у которого реально есть просто все и кисточку для пупка ему уже дарили, почему бы не подарить, например, кость мамонта. Ну и последняя на сегодня новость касается приближающихся уже стремительно, я бы сказала, надвигающихся на нас праздников. И хотя мы до сих пор не знаем, когда и на каких условиях мы выйдем из карантина и выйдем ли на вот эти все рождественские, новогодние праздники в этот супер, конечно же, обычно счастливый сезон, не знаю, посмотрим, но тем не менее многие города уже начали украшать. Но из всех выделился в этом году город Бордо, конечно, который вам известен ну хотя бы по названию одноименного вина, да, то есть вот этого региона, виноградников и так далее. Так вот, в этом самом городе решили отказаться от елки. Да-да, мэр города, который супер такой экологичный, то есть он борется за экологию, за окружающую среду, так вот, он решил порвать с этой ужасающей в кавычках, то есть это прям практически прямая цитата традиции и не ставить огромную традиционную елку на главную площадь города. И все бы ничего, но тут неожиданно возникла проблема. Дело в том, что стало непонятно, куда елку-то девать, потому что Бордо ее все-таки заказал заранее, а отказался вот буквально в сентябре, то есть елка-то уже давно, скажем так, на выписку наряжена, уже у нее приданное собрано, и вот буквально получите, распишитесь, но нет, покупатель отказался. Ну и кроме того, конечно же, это большая статья доходов для колоссального количества людей, вообще для целой маленькой коммуны, которая выращивает эти самые елки на продажу, то есть представьте себе, если все начнут отказываться, а не только мэр Бордо, то, конечно же, очень много людей потеряет работу, потеряет доход. Елки эти специально выращиваются с этой целью, с целью того, чтобы быть украшением праздничной гостиной, чуть не сказала, праздничного стола. Это целый питомник 300 гектаров, где работает, конечно же, огромное количество людей, и где 10 тысяч елок каждый год, больших елок, как раз поставляют в муниципалитеты, в какие-то администрации. Мэр этой коммуны попытался немножко надавить на мэра Бордо, сказав ему, что это же 100% экологично, там ноль пестицидов, ноль чего-то, какого-то пластика и так далее, но не получилось, все равно Бордо от елки отказался. Но в итоге, конечно же, эту огромную ель, которая предназначалась для Бордо, она на минуточку 19 метров в высоту и 6 метров в обхвате, то есть, это действительно большая елка, ее все-таки срубили и поставили в небольшой деревушке на радость 8 тысячам жителям, которые там обитают. Вот представьте себе, совершенно маленький городочек. И, кстати говоря, после того, как праздники закончатся, елку утилизируют очень экологично, то есть, из нее изготовят скамейки, которые потом поставят в зеленых зонах этого маленького городка. Я, кстати говоря, пока еще совершенно не знаю, как мы будем и когда ставить елку, потому что у нас пока все еще закрыто, хотя их уже начали продавать, я видела, в некоторых цветочных, в некоторых супермаркетах. Ну, посмотрим. Ну и да, мне кажется, традиционный для праздничного сезона вопрос. Напишите, какую елку ставите вы, искусственную или все-таки настоящую, натуральную. тут все время дебаты, скажем так, поклонников одной версии и другой версии, потому что, да, с одной стороны, конечно же, пластиковая елка служит дольше, но насколько дольше это вопрос, потому что не все ее используют в течение, допустим, 40-50 лет и так далее, а пластик, во-первых, его производство и его, скажем так, утилизация, это, конечно же, очень токсично для планеты. Ну что, на сегодня тогда это будут все новости, надеюсь, вам было интересно, пишите в комментариях, как обычно, что вы об этом всем думаете, смотрели ли вы корону, какие ваши вообще впечатления, потому что я просто в полном восторге уже несколько дней просто скроллю постоянно информацию, что правда, что неправда и смотрю колоссальное количество видео на YouTube, но об этом я могу говорить, кажется, очень долго, поэтому все-таки видео нужно завершить, надеюсь, что у вас все хорошо, отличного вам дня, утра, вечера, когда вы меня смотрите и до встречи в новом видео совсем скоро. Пока-пока-пока. Пока!